друзья всем привет мы улетели в турцию на маевку в поисках экстрима в условиях жесткого локдауна карантинного дня в этом выпуске вы увидите как нам отдыхалось спасибо за просмотры сразу подпишитесь и ждем ваших комментариев в отеле короче коты себя чувствуют просто замечательно хотелось на майские праздники уехать в европу поездить на машине все закрыто везде опасно из вариантов у нас остается только егип и турция эмираты позвонили в понедельник туроператору через час запустили деньги и уже через два дня летели в самолете в анталию на русском все говорят да все меня понимают хорошо значит смотрите ребят зовут меня эдик но вам будет так проще программа будет начинаться с рафтинга инструктор по рафтингу будет проходить здесь наверху весла есть все есть сейчас будем кататься будет три команды будете сидеть примерно так ребята на порогах на волнах вы можете вылететь мы в поисках экстрима решили погнать на рафтинг были очень такие пессимистические настроек что это будет интересно но когда увидели речку вообще мнение поменяли никому не разрешили брать телефон на свой страх и риск в руках надо все время держать весло как будто зомби я мы лето тихие места потому что можно не грести а так вообще есть такие прикольные пороги впереди он такой порог сейчас попробуем у нас первая остановочка вот такая вокруг красоте вода ледяная все схвачено сразу привозят коз них потом шашлык готовит вы готовы стать шашлыком да не совсем а зачем они на нас на стол насрали короче они выбрали кто будет шашлыком две сбежали одно осталось шашлык вот так вот свечки бутылочку реально может показаться что это море вот такая прозрачная бирюзовая вода плохо что камера не передает реально настолько бирюзовые прозрачные просто коз все ребятки короче Это лучший лайфхак. Забирайтесь на веревку, выход села и в лодку. На борт не заберешься, на веревке. Давайте покажите. Вот так. Твоя очередь. Там мелко. Вы стоите наверно. Еще раз. О, 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 первый пошел. Вчера рыба смотри. Доставайте второго. Давайте. Вас помогает. Давай, давай, давай. У-ху. Спасибо. Молодцы, ребята. Командная работа. Вот так вот поднимаются лодки. Так, второе у нас экстремальное развлечение. Катание на багги. Первый раз катаюсь в жизни. И тут такой парк техники. Сейчас снимем краткий обзор. Так, тут сейчас начнем с такого эксклюзива. Китайцы, какой-то куба. Короче, просто китайцы. Вот это, я так понимаю, такое, как все остальное, только без дух. Что оно тут такое за техника. Хас тормоз. Руль. Ключ зажигания. Передачи нету. Движок стоит. Камзей. Наверное, какой-то турецкий. Аморты фоксовские. Не, это елки, елки. Двигатель, наверное, кубиков 300. Ну, вот такая вот стучка. Мне кажется, что самое основное будет причиной остановки. Не то, что увидеть какое-то место красивое. Я думаю, что у кого-то что-то будет отказывать. У этого тормоза. А мы сейчас узнаем у гидов курьезы какие-то. Ну, я думаю, с той скоростью, которую они тут ездят, курьезов никаких не случалось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тянулся еще человечек. Уже видно, что я два раза хавал на ул инклюзии. Экстрим у нас в душе. Дисклейкует все MATT Канура, скажи куда мы идем? В мусорню! А что мы там будем делать? Что? Ну что, балан дыхал один? Ну серьезно! Что, узнавать, можно ли нам передвигаться или нет? Короче, мы хотим съездить в Фитхие, так как тут комендантский день, типа нельзя даже туристам передвигаться. Но мы считаем, что это нас дурят, вот эти местные работники в отелях, чтобы мы именно по их экскурсиям гоняли. И думаем арендовать тачку и поехать самим. И вот идем прямо в отдел ментам сдаваться, будем спрашивать, можно нам или нельзя. Короче, вон вышли, поговорили с ребятами, говорят, что мы можем нормально себе ехать и никаких нету, короче, приколов. Говорят, вы туристы, можете ехать. Реально специально, специально дурят, чтобы покупали все экскурсии. Или может еще какая-то причина есть. Я говорю, тебя чуть за твой пукал не сплотили за твои видосики. Да блин, дело в том, что я видосики хотел поснимать, и получились только фотки, не там нажал. Ну тебе повезло, что только фотки получились. Так они все равно у меня в удаленных, я сейчас восстановлю и даешься. А вы тут с палатками отдыхаете? Да. Я не против, я поснимаю. Так вы один, можно на ты? Меня Паша зовут. Вова. Очень приятно. А ты на Ликийской тропе был, да? Да, я уже прошел ее. Ну не всю, а только эту часть. Ага. Восточную. И тут остановился, да? Да. А сам откуда? С Киева. С Киева, мы тоже с Киева. А ты как-то, ты с турфирмой ехал или сам поехал? Сам поехал? Взял билеты на самолет. Да, да. И рюкзачок, палатку, да? И сколько обошлась на сегодняшний день такая поездка? Ну все зависит от того, есть у тебя ли, так сказать, снаряжение и как ты будешь где жить, питаться, чем. В основном недорого, то есть перелет. Перелет, сколько ты заплатил за перелет? 4 тысячи гривен. Рюкзак у тебя, ты в аренду брал? Я знаю, что... У меня все снаряжение мое. Своё, да? Я уже не первый раз хожу по ходу, поэтому у меня все было. По идее, ну ты какие-то концерты купил, да, что-то себе. Ты не брал там какие-то эти газовые горелки? Я бы я тоже. Есть, есть. Есть, да, такой есть? Балон там газовая горелка. Рюкзак сколько? Литров на 60? Нет, на 40. Так ты сам, да, без никого? Да, да. Красавчик. Это у меня, наверное, 10-й либо 11-й день. Ой, класс. Вчера, ну да, вчера был последний день ходовой и уже эти, так сказать, три дня у меня чисто отдых уже у берега моря. Я понял. Так ты тут будешь, если что, оставаться? Мы, если что, можем тебе в гостишке какой-то еды принести или буханины. Ну, я не пью. Мы, если что, мы в натуре, мы же тут сразу гостишки. Если ты тут будешь, ты будешь тут до вечера хотя бы? Ну, я когда-то, да. Ну, и что, мы перенесем тебе какую-то буханины. А, буханины не пьешь? Ну, что-то каких-то лимонадов, еды прикольной. Договорились? У меня все есть так-то. Да нет, ну нормально, ничего себе, ресторанная хавка. Или, может, давай с нами сходишь? Давай попробуем с нами ходить. Да нет, спасибо. Ну, ничего, мы перенесем тебе по-любому что-то. Да у меня все есть как бы. Да ничего страшного, а ну кайфануть от хавки такой ресторана. Тем более, сегодня Пасха, вон, яйца мицокосы с кем-то. Опа-на! Давай, а ну давай. Поистину, все, я проиграл. Ну, все, раз проиграл, значит, с нас ужин. Все, давай тогда, хорошо тебе отдохнуть. Вовчик, берегись, кот. За тобой гонится серьезный хищник. Давай, давай, давай. О, красотень. Вон, ребята же пристягивают. А что ты, а что ты спрыхал, что тебе 80 килограмм? Ты 130 весишь, вовчик. Ты 130 весишь, вовчик. Вовчик, прокомментируй операцию. Переливаем в баку. Короче, мы взяли бутылки с водой. И на завтра, короче, пытаемся перелить вино в бутылки через переходник. А, кстати, вот бутылка. А где переходник? Вот переходник. Турецкая экономика, более 90 килограмм. Нормально. Директора носим тут. А где там, по-моему, можно приправить? У меня давление уже 100 кг. Может, тебе венца? Венца надо, да, поддать. Ну, правильно, так сказать. Привет. Вовчик, на тебе чем-то похуже, да? Вот тут одно из зданий, такое, как оно там называется, амфитеатр. Вообще, оно огромное, я не знаю, эти колонны, наверное, метро 20 высотой. Вот если бы человек стоял бы там, то он бы был такой малюсенький. Короче, такое грандиозное здание, красивое помещение. Одно из тех, что уцелели. Все остальное, оно в руинах. Короче, а мы идем, а мы идем вот туда. Там, может, этот бассейн Клеопатры, и он белые вот эти штуки, которые там известны на весь мир. Короче, сразу идем на белые штуки, а потом музей Клеопатры. Вот мы пришли уже к вершине этой легендарной белой горки. Я думаю, что я там проберусь. Мне, короче, только что возле этого Колизея достал дрон, чтобы поснимать все по кругу. Прилетел охранник, говорит, нельзя, нельзя, штраф, штраф, что-то там этот. Потом пришел еще какой-то второй человек. Короче, типа, что на дроне нельзя. Я говорю, у меня дрон такой, что нельзя. Ну и для него не нужны разрешения. В общем, короче, там кипиша подняли. И я так понимаю, что где-то там за мной кто-то будет поглядывать. По рациям он что-то пшикал, что типа смотрите за этим чуваком. В общем, дрон оставили в автобусе. Ну, не в автобусе, в ячейке камеры хранения. И уже мы когда будем выходить, пройдем турникет, вот эти все назад. Полетим и сюда прилетим. Вот, кстати, этот охранник, придурок. А что мне нельзя снимать на дрон? Того. Деньги давай. Я уже все отдал. Вот, смотри, тридцать. Он уже сразу выкупил. Вот, походу, походу, бацанчик завидует нашим отношениям, да? Короче, гоняет нас, как си даровых коз. То тапочки подними, то коляску подними. Но самый хитрый, это, короче, загороды так маловы. Нормально загорел. Я не знаю, я думаю, что ей надо делать какие-то курсы по залу. Вау! Прохладненький, да, такой? Так, ну, очень. Ну, не такой горячий, как в топе. Мужики, а правда говорят, что если намазать это глиной, что вискарь не так вставляют, что можно больше выбухать? Не? Да. Да, да. Надо смывать, короче. Не. Я хочу, чтобы нормально вставлял. Вот такая тут красотень. Глина. Речечка такая. Господин, говорит, глинь. Теклая. У-ху! Прикольно, необычно. Вообще не верится, что такое можно создать природу. Вот такой речундель. Изюминка. Изюминка всего движения. Вот этот музей Клеопатры. Ой, вода реально градусов. Говорят, что 36. Нет, это не. Горячучая, да? Идем под эти водопадики. Вот такая вот вода бирюзовая. А тут типа заграждено глубокое место. И вот тут как раз вот этот разлом. И должны выходить где-то газики. Сейчас будем посмотреть, где они ездят. Попробуй воду на вкус. Нет, вот сейчас тут попробуй. Как мир городской, да? Да. Вот, смотри. Это чувак с Бразерс? Чувак с Бразерс, нет? Да, там очень. Здорово. Здорово, ребята. Красивые вы. И вот такие вот гуси. Это кто-то их держит тут. Прям на заправке себе живут. Тусовка. Ты главарь? Клюв такой розовый у тебя. Ну, хорошо все. Не трогай вас. Вот такая вот тренажерка. Очень нормальный залчик. И есть тут типа спа. Мы так ни разу не сходили. Реально не было времени. Вот. Соляная комната. Вот тут так красиво. Брин-дэн-дэнь. Вот это типа лед. Ждом обтираться. Комната ожидания. А, вот. Вот такой вот хаман. Реально прикольно. Если ты живешь в отеле, ты можешь 40 минут в день посещать вот эти все сауны, парилки. Отдельно обладаются процедуры, массажи и всякая остальная штука. А, и еще забыл показать. Типа есть бассейн. Бассейн под накрытием. Типа с подогревом. Если что, можно там... Если на улице холодно. Хотя уже на улице не холодно совсем. Короче, после баньки. Вот. Выйди на масик. Ресторан. Ну, красиво все. Мебель, все остальное. И вот эта вот крыша складывается. Вот сейчас она в разложенном состоянии. Потому что солнце еще в ней пекло. А так она, когда солнце ни сюда, ни этот, в эту сторону не печет, она складывается. В общем, прикольно. В итоге очень довольны отдыхом. Сегодня мы вылетаем. У нас еще есть время покупаться в бассейне. А вам спасибо за просмотр. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Ждем уже тысячу. Давайте подписывайтесь. Скиньте видео друзьям, которые тоже собираются ехать в Турцию. В комментариях напишите, как собираетесь провести летний отпуск. Потому что мы тоже не знаем, как его правильно запланировать. Поехали. где-то в Европу или погнать куда-то на картошку, на шашлыки. Напишите подсказку. А, еще забыл рассказать. Мы как раз попали в Пасху. Я поздравил местных отдыхающих. Посмотрите видосик. Это как по скрипту будет. В общем, всем спасибо. До новых встреч. Короче, мы идем проверить у местных отдыхающих, у кого какие крепкие яйца. Погнали. Здрасте. Здрасте. А шо вообще крепкие яйца у вас? Ну, насчет чего? Можем померить. Братичка. Не понял. Здрасте. А шо у вас крепкие яйца? Не хотите помериться? Нет. Нет? С праздничком. С праздничком. С праздничком. Друзья, у тебя крепкие яйца? А? А что такое? Помериться не хочешь? Не хочешь? Ну, доченька. А шо у вас вообще яйца крепкие? А шо у вас помериться не хотите? Нет? Нету с тобой? Нету, да? Да. Ну, ладно. А сегодня Пасха? Пасха, да. Все меряются яйцами. Да, окей. Подмогу не выделить. Синий, красный, всякие разные. Да, да, да. Крашенки называются. Окей. Если что, берите, померяйте. Очень хорошо. Красавчик. Шоу- Привет. Рек Terazна.